Добрый вечер, дорогие зрители. Приветствуем вас на второй передаче Кухни Юго-Запада. Сегодня наша передача будет больше посвящена первому и вторым дивизионам. К сожалению, очень много накопилось информации и, к сожалению, не сможем мы поговорить о всех командах. Будем в основном разговаривать о командах, которые находятся на вершине своих дивизионов. В случае с первой лигой поговорим чуть-чуть о командах, которые находятся внизу турнирной таблицы. Просим нас понять. Эфирное время у нас довольно мало. И будем со временем, конечно же, мы освещать все команды первого и второго дивизиона. Сегодня у нас в студии будет три гостя. Это один из руководителей Селесты Николай Дыбов, капитан команды. Это один из руководителей заряда Петр Лебедев. Это все представители первого дивизиона. И с второго дивизиона будет у нас Дмитрий Чумаков, приоритет, создатель приоритета. Это 2А дивизион. Команда находится на первом месте. Но с вами будет работать Михаил Першин, Антон Погодин. Здравствуйте. Но хотелось бы начать с другого. Мы сердечно поздравляем команду МГУ «Три звездочки» с долгожданной победой в высшем дивизионе. Не могли мы их не поздравить. Долго шла команда к этому титулу. Это у нас, по-моему, 9-й, да, Антон? 9-й чемпион. Чемпион у нас за всю историю Юго-Западной Лиги. Поздравляю и Сурена Степанянца, и Артема Цирина, и вообще всю вот эту вот дружную МГУшную семью с тем, что команда на вершине. И будем надеяться на удачное выступление команды в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Заждались мы, чтобы наша Юго-Западная команда достойно выступала в Лиге чемпионов. Также по поводу поздравлений хотелось бы в свете недавно закончившейся континентальной футбольной лиги поздравить и Панайота Хартиади, и Дениса Назарова, и Фурмана Саакяна с победой в континентальной футбольной лиге в составе ЦДК. Ну и конечно же, хотелось бы еще отметить тех, кто помогает выпускать эту программу. Это и Алтухов Роман, и Богус Георгий, и Ярослав Коптелин. Всем спасибо большое. Поговорим немножко о трех звездочках. Вот мы уже в прошлой передаче, которая была посвящена высшей лиге, обсуждали, что как команда собиралась, как она к этому шла. Чуть-чуть, но затрагиваем мы эту тему. Вот, Антон, как ты считаешь вообще закономерен успех звездочек в этом сезоне? В этом сезоне, я считаю, закономерен на основании прошлого сезона, когда им не удалось составить какую-то конкуренцию к пищевику. Но в том году вообще трудно себе представить, что кто-то мог это сделать. Ты уже озвучил о том, что три игрока, которые в этом году выиграли, КФЛ составят СДК, они в том году как раз еще играли за пищевик. Шансов маловато. Сделаны были выводы определенные. Приглашены тот же Некрасов, тот же Никонов, тот же Целадзе. Ну, Некрасов с середины прошлого сезона. С середины прошлого, но опять же уже начали потихоньку подготовку к следующему сезону. Я так понимаю, что Артем Цирин, главный тренер команды, видел то, что, наверное, во многих командах не замечают люди, делая акцент на молодой состав. Все-таки вот этот дядька на поле, он нужен. В любых командах, даже возьмем профессиональных команд, даже тот же самый Аякс, который в этом году всех очень сильно удивил. Опять же, там есть Шоне 30-летний, там есть Хунтелар 35-летний. То есть без ветеранов, без опытных людей, которые могут именно непосредственно на самом поле подсказать где-то, где-то подкорректировать. Все-таки тренер не может во время игры сильно повлиять. Он может только подготовить. То же самое и пошли этим же путем три звездочки. Все, что они сделали, они подобрали, как я уже сказал, ветерана, опытного, умного игрока, который является дирижером на поле плюс. Добавили позиционно. Взяли ник Новопурцеладзе. Это игроки, я считаю, очень хорошего уровня. Не только по меркам Юго-Западной лиги. Да и вообще, мне кажется, они во многих бы командах, топ-командах ЛФЛ Москвы, они бы не затерялись. Соответственно, это и принесло результат. Все закономерно. Согласен с тобой. Посмотрим, какие выводы по итогам этого сезона сделает руководство звездочек. Какие будут изменения. Думаю, изменения должны быть. Будут какие-то точечные, скорее всего. Ну, пожелаем удачи. И еще раз поздравляем команду с победой. Ну что же, дорогие друзья, вы видите сейчас на экране таблицу 1-го дивизиона Юго-Западной лиги. В верхней половине таблицы, конечно же, отметим, уверен, лидерство столицы Артель. Да, Антон? Да, отметим, конечно. Ребята с одним поражением как раз от заряда идущего на втором месте потерпели. Две ничьих было у них. Ну, там был определенный спад на тот момент. После чего были сделаны определенные выводы. И я могу сказать, что после этой неудачной серии была проделана работа по приобретению новых игроков на определенные позиции. В принципе, мы, как видим сейчас по таблице, после этого поражения было одержано 15-16 побед подряд. Хотелось бы отметить то, что сборная Юго-Западной лиги в эти выходные, в воскресенье на Сетуньпарке в 19.00 играют свою игру против сборной Испании, представляющей АФЛ. И хотелось бы призвать, во-первых, всех поддержать команду. И, во-вторых, отметить, что большинство костяк сборной составляют футболисты столицы Артель. Плюс в этой команде будут Гео Порцеладзе, новоявленный чемпион Артем Севастьянов, по Андрею Никонову там непонятно, сможет он присутствовать на игре или не сможет. Плюс еще будут некоторые футболисты других клубов. Кто может, пожалуйста, приезжайте, поддержите нашу сборную. Плюс, конечно же, мы для вас специально отправляем нашу медиагруппу на Запад и прямая трансляция матча сборной, конечно же, тоже будет. Про заряд мы поговорим более подробно чуть попозже. Петр Лебедев у нас сегодня будет в гостях. Антон, дальше у нас идет... Аминева и Росвоенопотека борются между собой за третье место, за медальки. Медали даже, можно сказать. Но понятно, что медали не принесут, скорее всего, удовлетворения, потому что явно, что перед обеими коллективами, обоими коллективами, прошу прощения, стоит задача повышения в классе и все силы будут брошены на переходной турнир. А вот дальше, за пятую путевку, которая также дает право на участие в переходном матче, в котором также, напомню, примет участие 14-я команда высшего дивизиона, тут у нас настоящая битва от пятой команды Pride до десятой команды Metrologic. У нас три очка разницы. Да, там у кого-то разное количество игр, но есть еще несколько матчей, где-то будут стыковые матчи. То есть сейчас где-то думать, предсказывать очень сложно что-либо. А внизу турнирной таблицы, вот как ты низ турнирной таблицы прокомментируешь? Ну, мне кажется, внизу у нас яркая борьба идет между Новой Москвой, Удовольствием и Хэнк Говером. По большому счету это у нас 15-е, 14-е, 13-е место, соответственно. Что отметить здесь? Ну, наверное, преимущественно все-таки я отдаю свое предпочтение Новой Москве, потому что, во-первых, у них игра с ММФ 0.5 в последнем туре, потом у них будет Самора, которая не является на игру. То есть потенциально 6 очков вот ребята могут заработать, да? Из серьезных соперников, которые могут им помешать, ну, это все-таки, наверное, Аминьева, да? Вот они через тур будут играть, но и ММФ 2. То есть, в принципе, в принципе, у Новой Москвы 3 команды, с которыми они могут заработать 9 очков потенциально. Все зависит от них. Понятно, что там с Аминьева мало на что ребята могут рассчитывать. Понятно, что с ММФ 2 тоже мало на что могут рассчитывать. Та, что ММФ 2, они уже разговаривали с игроками, с руководителем команды, они целиком и полностью настроены на переходные матчи. То есть это говорит о том, что и состав у них всегда будет боевой, и сдавать они никому ничего не собираются. Плюс ко всему у ММФ 2 28 игр, то есть на 2 игры меньше, чем у всех остальных. Потенциально они занимают как раз эту пятую строчку. Давай, мы сейчас не будем вот в это углубляться, потому что я думаю, что по первой лиге надо будет уже ближе к концу чемпионата, когда уже будет понятно, кто и как вот этих команд с пятого по десятое место кто занимает. Сейчас сложно сделать какие-то прогнозы. Да, у нас будет отдельная, скорее всего, передача по первому дивизиону. Я говорил, что в резаном режиме очень много всего произошло. Мы хотим еще и про кубок сегодня рассказать. Про первую дивизиону питим еще, что Максим Лепский лучший бомбардир, 67 мячей забил. Это в два раза больше, чем даже в два, примерно в два раза. 32 мяча у Роберта Долгова, который занимает второе место. То есть больше, чем в два раза у Максима мячей забито. Но это тоже понятно. Он так же, как и его команда, обеспечился чемпионство в индивидуальном, скажем так, соревновании. Соглашусь. Также отметим, что более подробно о Селесте мы поговорим с руководителем команды Николаем Дыбовым. Чуть попозже он будет у нас в студии. Антон, обсудим дивизион 2А сейчас с тобой. Что бы ты мог сказать по второму дивизиону А? У нас в гостях сегодня будет Дмитрий Чумаков. С ним мы поговорим про команду приоритет. Это в 2А, в принципе, на мой взгляд, все понятно, кроме чемпиона. Кроме чемпиона и может быть, может быть, может быть. Профа-20 там с торпеда как-то попытается составить конкуренцию торпеду Гагаринскому. Но учитывая календарь торпеды Гагаринского, я думаю, что не упустят они своего. Мы очень рады за торпеда. Если ничего не произойдет сверхординарного, то команда Сергея Дмитрия Цыплаковых вернется в первый дивизион. Мы привыкли, конечно, к торпеду с томас высшей лиги играет. Потом они за один год сразу же вылетели в первую лигу. Но в этом сезоне и селекция была солидная в торпеда. И в целом, конечно же, мы будем рады, если эта команда торпеда Гагаринский, команда с историей, будет постепенно возвращаться в высший дивизион. Недавно была игра между торпедой Гагаринским и командой трейдер Тим Гус. Мы транслировали эту встречу. Встреча получилась очень интересной. И вначале, получается, что торпедовцы повели в счете. Трейдер Тим Гус сравнял. Потом вышел вперед. Потом вышел вперед. И дальше была сумасшедшая концовка. За 30 секунд завели они. Ярослав Моисеев комментировал этот матч. Я его смотрел тоже с трибун. Сумасшедшая концовка. Штрафный удар. Торпедовцы сравнивают. У команды трейдер Тим Гус остается, можно сказать, последняя атака. И в этой атаке они добиваются своего. И 3-2 побеждают в очень принципиальном противостоянии команды трейдер Тим Гус. Антон, хотелось бы твое мнение по поводу трейдера послушать в этом сезоне. По поводу трейдера, ну, в этом году я много раз их видел и волю случая получилось то, что и на кубок против них удалось сыграть. Хорошая, крепкая команда, комбинационная, обладающая хорошим подбором исполнителей, поигравшими людьми, таким как Василий Янатовский. Это вообще легендарная личность, да, в таком возрасте показывать такой уровень футбола, да, где-то может быть он не бежит уже как 19-летний, 20-летний, но в плане именно светлой головы тут вообще вопросов нет. У них единственная проблема, наверное, у трейдера в том, что когда у них не получается игра, они не могут пересилить себя, перетерпеть. Из-за этого у них вот и получаются все проблемы. Так, в принципе, хороший коллектив, я еще раз говорю, им главное научиться контролировать свои собственные эмоции. И все у них будет замечательно. То есть главное не поддаваться вот этим вот эмоциям отрицательным, когда у тебя не складывается игра. Это проблема не только любительского футбола и профессионального, я прекрасно понимаю, но вот обладая теми исполнителями, которые у них есть, они могли быть и выше приоритета уже на финише сезона. Ну, еще хотелось бы отметить Профа-20, хорошая команда, хорошие, что они показывают футбол в этом сезоне, интересные, и приоритет они обыграли. Недавно со счетом 3-0 и болельщикам Профы, и болельщикам команды Ровбайкал, очень интересная команда. Это команда, представляющая российское объединение Байкал, это Бурятский автономный округ. И вот матч между командами Профы-20 и Ровбайкал, смотрите, в эту субботу на ЛФЛ ТВ в 15.50 мы показываем этот матч из дивизиона 2А. Надеюсь, что вам понравится. В 2Б, что мы сейчас видим происходит, мы поздравляем команду Атлас с чемпионством во второй лиге Б. Я думаю, что команде по силам показать себя на будущий год и в первой лиге, и претендовать в первой дивизионе на самые высокие места, если не ставить перед собой максимальные задачи. А вот по Айсбергу, по вершине, что ты можешь сказать? Команда Айсберг Домодедова сейчас находится на втором месте после 30 игр. 74 очка вершина, которая в прошлом году вылетела из первой дивизиона. Но, правда, она не сначала стартовала. Там уже понятно, что стартовали с каким-то недобором очков. Ребята попробовали себя, по итогам сезона вылетели. Передошла там некоторая переформация. И вот сейчас после 30 игр 73 очка, плюс 8 очков над ближайшим переследователем Алмазом. И, в принципе, близки они к тому за 4 тура до конца, чтобы вернуться в первый дивизион. Вот Айсберг и вершина, что скажешь по этим командам? По поводу Айсберга и вершина, смотри, у них даже примерно одинаковое количество очков. Я могу сказать следующее. Это обе команды обладают довольно-таки опытным составом. И там, и там есть опытные игроки в каждой линии. Что в защите, что в полузащите, что в нападении. То есть это команды, которые не лихорадят. Команды провели ровно весь сезон без явных спадов. То есть даже там, допустим, у лидеров, у некоторых из других дивизионов, даже там, может быть, из первой лиги, из высшей лиги, бывают провальные какие-то отрезки. У этих команд их нет. Соответственно, они идут вместе. Атлас, понятно, Атлас недостижим. Атлас молодая команда, которая бежит. И у Атласа вообще все, ладно, нечего. Там в сезоне, поэтому тут обсуждать что-то и ставить там кого-то в сравнение с Атласом, это невозможно. Атлас может сравнивать там с тремя звездочками. Ну, относительно тех дивизионов, в которых они выступают. Потому что и те, и те не проиграли ни одной игры, ни там, ни там. Айсберг с вершины хорошие крепкие коллективы. На кубок они тоже выступают уверенно, довольно-таки уверенно. По поводу Атласа, Алмаз, насколько мне не изменяет память, вообще шел в тройке. Ну, давай, мы, во-первых, Алмаз отметим то, что они обыграли в кубке у нас Зюзина. Не удивила меня. Это сенсация, я считаю, что это сенсация. Меня, Миш, честно, не удивило. Знаешь, почему? Потому что сейчас под конец сезона у них вот этот вот провальный отрезок был, там месяц-полтора примерно. У них вот общался просто с ребятами из Алмаза, они рассказывали то, что вот у нас там эти не приехали, эти не приехали на ключевые игры чемпионат, когда им нужно было вот как раз вот эти очки, которые им сейчас не хватает, они их тогда не забрали. Соответственно, как реанимировать себя в глаза, да даже в собственных глазах, да, собраться на кубок. Зюзина, отлично, представители высшей лиги, вот, покажи себя. Они все собрались, вышли, показали себя. Меня не удивило. Да, да, просто победа второй лиги над высшей, это да, это сенсация. Но по факту, по факту, эта команда должна была выходить в этом сезоне. Ну, видишь, очень сильный состав. Мы показывали матч Алмаза с Ленинскими горами, на нем работал. Там Владимир Архангельский напомнил о себе. Да, человек болельщикам юго-западной лиги. В таком возрасте три мяча забить, причем там третий мяч просто шедевр, там с полулета в дальний угол, просто потрясающий был. Выступал он у нас, напомню, и за команды системы красный пролетарий, и за СТГ он выступал в высшей лиге. Ну, Владимир Человек-соптом в портере на западе играл, о котором мы сегодня тоже чуть-чуть пообщаемся с Петром Лебедевым, так как заряду предстоит играть как раз с портером. Ну, это не касается сейчас второго дивизиона. Да, Алмаз мне тоже очень симпатичная команда, какая-то, знаешь, футболисты, может быть. Ну, во-первых, скажем, что там очень много футболистов из команды ТТ, которая распалась несколько лет назад, взяли они оттуда лучших игроков, добавили каких-то своих, и очень смотрится органично. И, конечно, если бы не вот Айсберг, который прошел за год, за год, да, сразу же из, в прошлом году в третьей лиге команда играла, сразу же, можно сказать, ну, уже можно, наверное, говорить, выходит в первую дивизион, вершина вылетела, и сразу же вернулась Атлас, это вообще команда-машина для второй лиги, ну, и не только для второй лиги, что, собственно, и показал их кубковый матч с тремя звездочками. Ну, отметил бы я еще Вилы, Антон Шаповалов старается в этом дивизионе, старается сделать хорошую команду, да, это тяжело, но Антон очень сильно переживает, очень эмоциональный у нас Антон человек, но Антон молодец, я надеюсь, что в этой студии мы увидим его в этом году, с Антоном было бы очень интересно пообщаться. Согласен. Друзья, поговорим немножко о кубке Юго-Западной лиги, хотелось бы, чтобы вы понимали, не можем мы все матчи затронуть, какие-то матчи показывались, где-то мы брали интервью до матча, после матча, но поймите, очень много прошло где-то времени, и не можем мы все дать в эфир, мы, может быть, сделаем какую-то специальную нарезку, то, что не вошло в передачу кухни Юго-Запада. Пока что, вот отметим для себя какие-то матчи кубка, ну, там, может быть, две игры сейчас более подробно разберем. Смотрите, начинаем мы с, вот единственный матч, вообще с 1-16 хотели мы начать обзор кубка, но получилось так, что матч Виллы-Тонна в 1-32 у нас происходил, 6-0 Виллы обыгрывают Тонну, матч транслировался ЛФЛ-ТВ, по результату, по результату счет, конечно, неожиданный, счет неожиданный. Да, представитель высшей лиги проигрывает представителю второй лиги, причем далеко не лидеру, да. Не лидеру второго дивизиона со счетом 6-0, надо отметить то, что Тонна не собралась, не собралась, минус 1 они проводили всю эту игру, но и все равно, и Тонна были какие-то моменты, подходы. Я, вот честно, я смотрел трансляцию, к началу я не успел, и только где-то, наверное, в минуте 10 я понял, что Тонна играет минус 1. Ну, поначалу там Виллы немножко адаптировались тоже, все-таки играть с представителем высшего дивизиона не каждый день приходится, не каждый недель, не каждый месяц, даже не каждый год, поэтому... было понятно, что немножко времени адаптации, но как только они поняли, во что собирается играть их соперник, в принципе, они забрали мяч и уже делали все, что хотели. Тонна, опять же, в этом матче, помимо того, что минус 1, это еще полдела, у Тонны приехали люди, которым почти всем за 30. Станислав Зимарин появился у Тонны, человек, которого мы давно не видели на полях Юго-Западной лиги, много легендарных. Я, знаешь, не удивился без Руслана Кивалина увидел. Да, вот я тоже ждал, думал, может, он откуда-нибудь выйдет, но он так и не появился. Поэтому и понятно, что по физическим возможностям даже с кем бы ты не играл, минус 1 проводить еще, я помню, тот день, было жарко еще очень, понимаешь. Ну, понятно тут все, в принципе, Вилы довольно-таки молодая команда относительно того состава Тонны, который явился на матч. Согласусь с тобой. Давай перейдем к одному из главных возмутительных спокойствия в сетке Юго-Запада. Это Химик, команда Геннадия Коса. Химик очень достойно выступает в чемпионате. Напомню, что буквально в последнюю неделю до старта 1-го дивизиона Химик узнал о том, что команда готовилась ко 2-й лиге. И буквально за неделю до старта они получили известие о том, что в 1-м дивизионе будет играть команда. Некоторые проблемы возникли у клубов в 1-м дивизионе и отказались играть в клубы. Химик сыграл, Химик играет достойно. Но мы сейчас про кубок. Чего ожидаете от сегодняшней встречи? Во-первых, команда Пищевик это лучший клуб Юго-Западной лиги. Надо это понимать. Пусть они играют совершенно другим составом. Но играть с такой командой всегда престижно. Тем более мы игроки команды 1-й лиги. Он состав. Сегодня должен быть боевой. Поэтому я думаю, что мы поборемся. Чему бы и не выиграть. Хорошо. Какие задачи на сезон на данный? Данный сезон складывается очень интересно. Стояла задача после Нового года остаться в 1-й лиге. Потому что мы уже имели горький опыт вылететь. Потом тяжело очень возвращаться. Но на сегодняшний день мы выиграли две игры майские. Поэтому снова включаемся за борьбу. В пятерку. Хотим попасть в пятерку. И последний вопрос. Какой сегодня состав? Состав самый боевой. Все игроки в поле. Сейчас несколько человек еще задерживаются. Поэтому будем играть хорошим, оптимальным составом. Ну, не от Димы Горбунова, а от Капитана. Но все остальные в форме. Все в поле. Хорошо, спасибо. Победа в 1-й, 16-й над Пищевиком. Этот матч мы показывали. Начало матча было в целом. Ну, может быть, Пищевик в первом тайме на правах команды высшей лиги имел какое-то преимущество. Были опасные моменты. И несколько раз и Георгий Шашкин, основного голкипера. Кстати, большой сборной МГУ вообще видели в игре. Но в конце, да, ввел Пищевик 1-0. Там гол на последней минуте первого тайма. Был забит. Но весь второй тайм. Там считанное количество подходов было у Пищевика. Очень много нереализованных моментов у Химика. И можно сказать так, знаешь, что... Смотри, у нас Пищевик был чемпионом. У нас Пищевик был чемпионом. Его место заняла команда из МГУ. Три звездочки. Они были обладателем Кубка. И здесь их выбивают. Да, абсолютно. Абсолютно верно. И опять же представители МГУ. Только другой уже Химика. Выбивает их из Кубка. И, в принципе, по делу. По делу. Хотя не сказать бы, что слабый какой-то состав там был у Пищевика. Там и Павла Григоренко мы видели. И Игорь Крючков в воротах. И, в принципе... Ну, Абранец Александр Абрамов у них появился. Да. И те, кто... Несколько человек еще именно чемпионского состава играли. Поэтому сложно сказать, что Пищевик не настроился. Да, там перестройка идет. И я еще раз повторяю о том, что мы очень в этом сезоне ждем Олега Есинова пообщаться о том, что происходило в этом сезоне с Пищевиком. Надеюсь очень, что мы увидим Олега. А какие впечатления после сегодняшней встречи? Ну, вы сами всю игру видели. Конечно, Пищевик, честно скажем, наверное, все-таки были посильнее. Но в футболе надо забивать. И Кимик, наверное, победил из-за того, что больше было желания победить. Спасибо. Ну, потом в следующей стадии Пищевик обыгрывает стоп-наркотик. Стоп-наркотик. И... Стоп-наркотик, ожидаемо. Стоп-наркотик, свои проблемы вышли. Да. Стоп-наркотик не на вылет. Команда уже вылетела. Хорошо, что они будут играть в следующем сезоне. Они хорошо отнеслись. Говорят, ну, пройдем чистку первого дивизиона. То есть ребята позитивно настроены. Ну, мы сейчас не стоп-наркотики, мы сейчас химики. И Химик ждет своего соперника в 1-4 финала. Приоритет Селеста. Напомню, что руководители этих двух клубов будут у нас сегодня в гостях. И мы с ними, конечно же, обсудим вот этот предстоящий матч. Поэтому будем ждать развития событий. Да, дальше хотелось бы отметить противостояние в кубке команд Удар и Метра Лоджик. Это матч старейших команд Юго-Западной Лиги. В самом первом сезоне еще. В далеком, там, в 98-м году они принимали участие. Когда еще кто помнит, игралось на земле, на академической, на поле около метро Академической, на котором потом позже был искусственный газон. Это уже после Конькова. А вот это все начиналось на грязи, там, на Академической. Зарождался ЛФЛ Юго-Западной Лиги. Асфальтовая дорожка была боковой линией. Уросли подорожники. Там много чего было. И все было замечательно. Там что-то они собак выгуливали на этом поле. Это я помню. Так вот, Удар Метра Лоджик. У нас есть интервью представителей команд до матча и после матча. До матча, если от удара, разговаривал голкипер команды Павел Буденый. После матча именно уже Владимир Цветков, капитан команды. А вот за Метра Лоджик отдувал седой после матча Дмитрий Харпунов. Послушаем эти интервью. Какие у вас ожидания перед сегодняшней встречей? Ну, игра, конечно же, непростая. Нам осталось с Метра Лоджикой мы не тренируемся посредством здесь на этом поле. Поэтому, как минимум Дерби, скажем так, никто не захочет вступать. Но думаю, что все-таки с учетом, что мы представляем высшую лигу, то шансов побольше у нас. Так, какой сегодня состав? Состав у нас сегодня, в принципе, оптимальный. Все ребята приедут, за исключением там пары травмировок, но мы, в принципе, на них уже давно не рассчитываем, потому что в этом году они нам уже не помогут. Будем играть только на победу. И последний вопрос. Какие задачи на данный сезон? Ну, задачи, хотелось бы, конечно, побороться все-таки за шестое место. Вот, там есть возможность, поэтому осталось сыграть несколько игр. В любом случае, постараемся забрать у всех очки, в том числе в последнем туре у любителей, которые борются за второе место. Спасибо. А чего вы ожидаете от сегодняшней встречи? Ну, самобытная игра. Мы, как вы знаете, в LFL с первого года образования, с 20-го года, подчеркну, что у нас в составе сейчас будет играть 3-4 человека, которые выходили в 90-м году в основе Метрологика. С ударом у нас еще не считанное количество матчей, поэтому игры получаются интересными. На кубок мы с ними играли неоднократно, доходили, по-моему, до полуфинала. Вот, поэтому ждем битвы. Так, вот вы начали про состав. Можно поконкретнее сказать? Ну, перед вами основатель, капитан команды с 98-го года, значит, Шекерзянов Константин, Брагин Денис. Ну, нет, весь состав не обязательный просто. Нет, Толиков Вадим, это все те, кто... Ну, у нас полкоманда, это уникальный случай, причем, наверное, во всех лигах. У нас не просто команда сохранилась, мы с первого года образования лиги, у нас половина состава, который выходит сейчас в основе, это все те, кто выходили в основе Метро Ложечка в 90-м году, когда мы завоевывали бронзу в высшей лиге, еще играли Арарат, Аланина, наверное, вот эти команды уже не помните даже. Вот, составе есть. Так, и последний вопрос, какие задачи на данный сезон? На данный сезон задачи в первой лиге войти в первую пятерку, вот, не знаю, получится нет, по крайней мере, мы были в ней практически весь год. И задача в Кубке пройти как можно дальше, ну, полуфинал, наверное, вот, этой задачи не будет. Спасибо. Спасибо. Какие впечатления после матча? Ну, плохие, плохо сыграли, был практически оптимальный состав. Ну, честно говоря, как бы, естественно, рассчитывали на большее, но плохие, по-моему. То есть, игрой недоволен полностью, опять индивидуально очень много проиграли. Из-за этого я пропусти интернет. Спасибо. А какие впечатления после матча? Отличная игра, боевая, как всегда, при этом владели преимуществом, думаю, что где-то там 5-6-2 должны были выигрывать. Все? Да, спасибо. Так вот, 4-2 Метрологик победил, скажем мы, и вышел в следующую стадию на столицу Артель, в столицу Артель, которая в свою очередь, в свою очередь, в одной восьмой, в одной восьмой, была, очень ожидался это противостояние с трейдер-тим Гус, очень хорошая команда из второго дивизиона. Я после матча немножко общался с Владимиром Гуляшиновым, руководителем трейдер-тима. Он, сейчас, Антон, я расскажу, потом ты расскажешь именно, как и проводила игра, потому что я непосредственный участник, и это будет намного интереснее. Просто я скажу о том, что сказал руководитель трейдер-тим Гус. Он сказал о том, что не ожидали такого уровня сопротивления. Во второй лиге все-таки, он говорит, Владимир сказал, нету таких соперников. Они не ожидали, что пойдет трейсинг, будут потери мяча, и просто не приспособились. Вот на это вот пенял Владимир. Теперь тебе, как участнику матча, слово. Ну, если так вкратце об этом матче сказать, то да, на это акцент был и сделан, на самом деле, перед игрой. В раздевалке говорили о том, что, начиная мы с позиции сил, то есть, играли два защитника. Ну и вот, вышли по большому счету в пять атакующих. Ребята потерялись, они не понимали, куда отдавать, потому что зон свободных не было. Несмотря на опыт Василия Янатовского, тоже мало чего получалось, потому что он принимал мяч в центре и не знал просто, куда его отдавать. Он либо поперечный, либо передачи назад. И пока они адаптировались вообще к происходящему, первый тайм закончился со счетом 4-0. Ну и сам понимаешь, что когда ты в своем чемпионате, непосредственно в своей лиге идешь и борешься за чемпионство, и смотришь на всех сверху и вниз, и в первом тайме получаешь 4, мне кажется, на второй тайме ребята просто вышли уже доигрывать. Артель уже сильно унижала, да и трейдер уже понимал, что даже если они там и забьют каким-то образом 1-2 мяча, то в любой момент включится артель и еще просто забьют. То есть, чтобы дело не доводить до полного деморализации, то спокойно второй тайм прошел, обменялись голами, в итоге 5-1. Ну, кстати, насчет Василия Янатовского хочу сказать. Напомню, что он принимал участие в ветеранской лиге чемпионов. И вот в этот день до матча с Артелем Василий сыграл два матча на Сетон парке за свою ветеранскую команду. И вот после двух матчей он приехал играть третий матч. Это вызывает уважение. Вообще Василий находится в замечательной форме. Согласен. Ну что ж, поговорим мы о трех звездочках в кубке. Три звездочки в 1-8 сошлись с шальными. Сошлись с шальными. В 1-16. Прошу прощения. Да, в 1-16 была игра трех звездочек с шальными. Команды, можно сказать, какой-то может быть было и подпольное дерби. Вспоминаем мы, что у шальных капитан их команды Виктор Егоров играл за три звездочки. Долгое время. Вообще он долгое время ассоциировался с тремя звездочками. Вызывался он в сборную команды Юго-Запада именно из трех звездочек. Потом часть игроков трех звездочек вместе с Валентином Лиховенко ушла на запад. В западную премьер-лигу. В команду Москва. И нынешний центральный защитник, капитан трех звездочек Владислав Масейкин тоже принимал участие в играх западной премьер-лиги в составе Москвы. Потом в Москве там не все получалось. И вот часть игроков, и даже бывшие игроки Москвы сейчас играют за команду Шальны. За команду Шальны в прошлом сезоне. Команда вышла из второй лиги в первую. Сейчас борются за стыки, за право играть в высшей лиге вообще. Но Шальны мне очень симпатизирует команда. Команда, знаешь, вот Севеста, Шальны, примерно в торпедо-гадаринской второй лиге. Чем-то они похожи между собой. Борьба, движение, такие вот. За счет бойцовских качеств настроен на игру. Если с профессиональным футболом проводить параллель, это чемпионшип, знаешь. Да, да, классические представители, да. Эдакий милол. Да, но в этой игре звездочки побеждают 3-1. Но не так легко все было. Не так легко, конечно, нет. Конечно, нет. Побеждают 3-1. Мы общались до матча с Александром Яковлевым, с вице-капитаном Шальных. Виктор Егоров нам дал интервью после одного из матчей в первой лиге. Но также был вопрос про матч со звездочками. Можете увидеть сейчас эти интервью на своих экранах. А чего ожидаете от сегодняшней встречи? Нажимаем положительных эмоций, хорошей игры. Это все-таки высший дивизион. Поэтому готовимся, настраиваемся на урок, скажем так, в футбольной игре. Попробуем свои шансы, посмотрим. Мы не так давно вышли в первый дивизион. Я как вице-капитан. Так, а по игре, в принципе, все готовы. Строение хорошее, состав боевой. А задача на сезон? Задача на сезон. Была попасть в десятку. То есть мы, в принципе, с задачей справляемся. Задача нашей команды по сезону. Также разница забитых пропущенных, что, в принципе, у нас тоже получается. Но в целом задачи где-то процентов на 80-90 выполнили. То есть по кубку движемся так же, как и хотели. Подвигаемся. Соперник серьезный. Ждем хороших афигов. Хорошо, спасибо. Не за что. Виктор, добрый день. Расскажи, пожалуйста, пару слов по игре. Сложная игра очень. Набрали очко. Довольны. Команды, которые потребуют на выход лучшим. Поэтому, исходя из результата, довольны. По игре, конечно, проблемы были определенные. Сустав не самый лучший собрался в связи с выходными. Но боролись. В конце дотерпели. Поэтому хороший результат, хороший игра для нас. Скажи, пожалуйста, какие задачи остались на сезон? У нас задача всегда была и перед сезоном, и во время. И сейчас в каждой игре набирать очки, биться, на победу играть. Пару слов о кубке. Кубок? Ну, выиграли игру в драматичном противостоянии. Сейчас будем играть с командой из вышки. На первом месте идет. Наши ребята знакомы. Тоже планируем навязать им бадо. Посмотрим, что из этого выйдет. Спасибо. Желаю вам удачи. Спасибо. Вот. И, собственно, видишь, чуть-чуть у шальных расходится там мнение. Вице-капитан говорит, что в десятке задача. Витя говорит о том, что выиграют в каждом матче. Тем не менее, 3 звездочки очень достоинно сыграли с шальными. Молодцы. Молодцы. Показали себя. Пожелаем шальным удачи в чемпионате, в достижении своих успехов. Ну и теперь, наверное, перейдем вообще к главному матчу от прошедших выходных. Именно к Убковому. Тоже мы этот матч транслировали. Его многие ожидали. Это матч Атласа и 3 звездочек. Атласа уже был в ранге чемпиона 2-го Б-дивизиона. Звездочки в ранге уже чемпиона Юго-Западной Лиги Высшего дивизиона. Отметим, что оба нападающих, которые в итоге отметились мячами, играли на КФЛ. Если Артем Севастьянов у нас играл за бразильцев, то Анвар Бояркин играл за техносилу Обнинск. Давайте дадим перед матчем слово этим футболистам. Послушайте, что они сказали о предстоящем матче и вообще о континентальной футбольной лиге. Анвар, здравствуй. Какие ожидания перед игрой? Здравствуйте. Ну, будем играть в свою игру. Не боимся абсолютно соперника. Уже играли с командами из высшей лиги, поэтому страха никакого нет. Стараемся навязать свою игру и рассчитываем на победу. Скажи, пожалуйста, сегодня оптимальный состав? Нет. У нас в прошлом матче получил один из основных полуощадников красную карточку. И еще двух человек хватает, которые бы вышли в основном составе. Но ничего страшного. Не боимся опять же. Все делаем, все возможное, все, что от нас зависит. Ты играл за техносилу на КФЛ, который уже прошел пару дней назад. Скажи, пожалуйста, пару комментариев о турнире. Ну, КФЛ прошел, конечно, на великолепном уровне. Основное отличие, наверное, от основных лигтов, от того, что здесь мы играем, это физическая готовность игроков. Потому что очень много борьбы, нужно быть готовым максимально всегда к сопротивлению. Вот, оно достаточно высокое. И тебе не дают думать. Сразу же необходимо как бы играть и принимать решение, куда ты будешь отдавать передачу, например. Вот, это основное отличие. Но праздник, как бы футбол был, и все получили максимальное удовольствие от этого турнира. Поэтому спасибо организаторам, что создали, ну, вообще придумали этот проект. И спасибо Лешу Соболевичу, что приглашает, и команда участвует на таких мероприятиях. Желаю вам удачи в предстоящей игре. Спасибо большое. Артем, здравствуй. Скажи, пожалуйста, пару слов о предстоящей игре Саттлоса. Здравствуйте. Ну, ожидает, я думаю, битва. Вот, хоть, несмотря на то, что ребята во второй лиге играют, ну, точнее, даже не играют, а лидируют. Вот, как бы, в принципе, мы довольно-таки плотно изучили соперника. Я думаю, что легкой прогулки не будет. Все настроены, никого нет, настроя нету. Будет интересная игра, пусть победительнейший. Скажи, пожалуйста, о своем первом опыте выступания на АКФЛ. Ну, тяжело подобрать, конечно, слова. Вот, в плане эмоций, честно скажу, давно такого не испытывал. Вот, несмотря на три поражения, там, моей бразильской банды, назовем ее так. Вот, все равно какие-то там положительные моменты себя извлек. Вот, ну, и, в принципе, такой довольно-таки опыт приятный, чисто для себя. Все-таки с иностранцами не каждый год там удается поиграть, вот этим более с бразильцами. Вот, ну, поэтому, как бы, в принципе, я доволен, естественно, тремя даже играми, даже не своими моментами, какими-то голами. Вот, в принципе, я, хотя, довольно-таки самокритично отношусь там к своей игре иногда, вот. Ну, считаю, что сам лично провел, в принципе, нормально все три игры, учитывая, что не так много времени мне дал абразийский тренер. Да, вот, ну, в принципе, как-то так, если сковано говорить, то, в принципе, в словах именно это не так много времени. Поздравляю тебя с первым окном и желаю удачи. Спасибо. Ну, вот, Антон, а в целом по игре, в целом по игре матч транслировался, конечно, сейчас вы видите на экранах хайлайта этого матча. Антон, ну, хотелось бы, чтобы ты как-то разобрал, какие-то опасные моменты озвучил. На самом деле, интересная еще встреча была не только то, что это два чемпиона разных дивизионов, но и то, что обе команды до этой встречи не проиграли ни одного матча. То есть, ну, мы не берем в расчет там то, что три звездочки участвовали в Кубке Москвы, да, там, где они, я имею в виду про внутренние дела Юго-Запада. Что можно сказать? Во-первых, три звездочки, мне кажется, немножко все-таки расслабленно вышли с Атласом, они не давили на них, они давали им, в принципе, спокойно играть. Атлас же пошел не по своему пути, они отдали мяч, то, что они категорически никогда не делают ни с одним соперником. Ну, и в итоге доигрался Атлас, получил мяч в свои ворота. Но перед этим был обрез сначала, три звездочки не воспользовались, с убойной позицией, а потом обрез. Цирин младший наносит опасный удар с убойной позиции, вратарь Атласа отбивает, и, в общем, Севастьян отбивает уже, заносит мяч с линии ворот. Хотя Атлас перехватил инициативу потихоньку, и в одной из атак, довольно-таки хороший розыгрыш был с отбором в центре поля, передача и великолепный удар почти с линии штрафной, с угла где-то, линии штрафной, да, с угла штрафной площади. И за пределы в девятку забил Даниил Сухов. Это произошло у нас на 16 минуте. На 22 минуте уже человек, о котором ты сегодня говорил, это Анвар Бояркин, получив мяч на своей половине, протащил вдоль правой бровки, попутно обыграв двоих человек. И уже, казалось бы, Запоров в момент, что он вошел в штрафную, как-то неудачно пробросил себя на ход, и уже почти с линии ворот, с острейшего угла он забивает между ног вратарю трех звездочек. И сейчас становится в итоге 2-1. Но это еще не все. Первый тайм же не мог, просто так закончено. В 23-й минуте у нас на стадионе появляются два человека, это Пурцеладзе и Никонов. Почему их не было изначально, никто об этом не знает. Ну, опаздывали, наверное, люди. Ну, да, мало ли что бывает. Ну, камейка запасных, три звездочек, на которых я видел, был один футболист, сразу резко усилилась. Да, сразу резко усилилась, и это, в принципе, сразу дало плоды в каком плане. Я так понимаю, ребята с поля тоже смотрят, что происходит с забровкой, и они увидели появление этих двух людей, сразу активизировались, то есть начали опять давить этот атлас по полной программе. На 26-й минуте из убойной позиции промахивается Романов по центру, после навеса Цирина-младшего, оставшись один в трех метрах от ворот, Романов пробивает выше перекладины. То есть это уже был первый звонок о том, что просто так не закончится. Ну, и, естественно, за 3.30 до конца первого тайма Атлас обрезается второй раз и получает второй гол в свои ворота. За 3 минуты до конца первого тайма появляются Порцеладзе и Никонов на поле, я так понимаю. Они даже толком не размялись, о чем и комментатор матча сказал. Во втором тайме звездочки, я считаю, что звездочки полностью владели инициативой, потому что у Атласа, если получалась какая-то более-менее комбинационная игра, то с последней передачей была полная беда и, в принципе, в большом счете, а после моментов они не создали. И на 10-й минуте второго тайма Трезвежки забили третий мяч и, в принципе, в отпуске больше моментов они не было. То есть 20 минут уже было. В конце матча удалили Атласа уже. Да, но удалили Атласа. Много апелляций было. Много апелляций. Ну, понятно, игра не получается, кто-то виноват. И, в принципе, стало понятно, что Атлас уже не вытянет. То есть, да, и в первом тайме еще за счет того, что они свежие были, молодые, их еще хватило. Во втором тайме игра уже где-то не складывается так, как надо. И соперник все-таки маститый, да, плюс чемпион все-таки, ну, как ни крути. Вот Трезвездочки более опытная команда. Ну, и спокойное дело, ребята, довели до итоговую победу. Антон, ну, еще, наверное, два матча кубка мы обсудим. И на этом, на этом будем потихонечку заканчивать обсуждение именно кубковых баталий. Хотелось бы поговорить про матч Hangover Kerosinka. Матч транслировался нашим каналом. Ну, ты знаешь, вот классический пример, сейчас я тебе сформулирую, был даже такой мем в интернете, когда, ну, грубо, наверное, будет сказано, когда опыт и алкоголь побеждают в молодости задор. Ну, относительно, тогда можно применить. Пусть при меня не подумают футболисты керосинки, это просто есть такой мем, несколько ли они на что ни намекают, ну, просто опыт побил молодость. Да, конкретно. Очень уверен, я бы отметил от Афонина, который вышел и начал раздавать просто передачи. Знаешь, из центрального круга, там, выкладку-то сбоку, такие передачи, там, чуть ли не каждая передача на 30 метров, выход один на один. Знаешь, честно, мне в этом матче Афонин напомнил Франческо Тоти, вот этот, 39-40 лет, потому что, когда он уже заканчивал футбольную карьеру, он его там, пускали на 15-20 минут, он за 15-20 минут отдал острейших передач больше, чем люди, там, за 70 минут, находясь на поле. Это вот яркий пример, да, Афонин из любой точки поля в этой игре раздавал такие идеальные передачи, там, Кушнир, если был более расторопен, он бы забил, там, мячи 5, наверное, только один. Соглашусь с этим, да. А так, в принципе, что-то выделить у Хэнговера, нет, я не выделю, потому что, ну, они столкнулись с командой, с которой они, наверное, никогда еще в жизни не играли, когда, да, это вот, это вот, как команда с Барселоны, которые приезжают на Новокамп играть, они мяча не видят. Вот этот пример матч напомнил, на самом деле, именно это. Там на какой минуте Хэнговер вообще первый удар вообще в сторону ворот нанес? Ох, мне кажется, там что-то в сторону ворот, ну, где-то это было в первом тайме, то было в первом тайме, ну, именно какой-то опасный момент. Более-менее. В середине второго тайма, по-моему, был. Ну, Хэнговер у нас очень эмоциональная команда, очень эмоциональная команда. Многое зависит от того, кто приедет, не приедет. В целом, в целом команда мне импонирует. Ну, конечно же, видно, что где-то не хватает и мастерства исполнительского. Но вот чем много, так это желание. Желания у них много, да. Желания много, есть над чем поработать. Будем надеяться, что у Хэнговера все получится в плане борьбы за остаться в первом дивизионе. У них есть преимущества. И Родион Масюк говорил о том, что главная задача это остаться в первом дивизионе. Ну, будем надеяться, что все получится у Хэнговера. Отметим, что Керосинка после этой победы над Хэнговером уже тоже вылетела из Кубка. В следующем раунде, да, их чемпионат прошел. Ну, видно, что футболисты Керосинки, знаешь, как вот мяч держали хорошо, а вот потери и не возвращались назад. Уже, может, и сил не хватило, может быть, желание. 10-1. Ну, когда еще 10-1, даже говорить нечем. Ну, тут не о чем говорить. Чемпионат поздравен с выходом в следующую стадию. В следующую стадию. Ну, и последняя игра еще, которую я хотел бы обсудить из кубковых матчей, которые есть, остались. Это Аминьева, прошу прощения, играл с КамАЗом. Команда высшего и первого дивизиона. И команда первого дивизиона вообще чуть-чуть от Аминьева. Тему мало затрагиваем. Команда играет первый сезон в юго-западной лиге. Команда перешла к нам из запада. Но они молодцы. Они сражаются за выход высший дивизион. Ждут их, скорее всего, переходные матчи. Послушаем мнение Андрея Поглазова, который, напомню, играет в мини-футбольный клуб «Динамо». Просто Аминьева. Просто задача команды на сезон. Также послушаем мнение Андрея Ефименкова до матча с КамАЗом. И мнение игрока КамАЗа Георгия Татуашвили до матча Аминьева-КамАЗ. А чего ожидаете от сегодняшней встречи? Победу только. Мы пришли сегодня побеждать. И настроенные ребята все на работу. Так, а какие планы на сезон задачи? На сезон задачи на Кубок как можно дальше идти. А так, то, что наш капитан ставил задачу, почти все сняло. Отлично. И последний вопрос. Какой состав на сегодня? Состав атакующий. Будем встречать Павловича, прессинковать с первых минут. И уверен, что мы победим сегодня. Спасибо. Чего ожидаете от сегодняшней встречи? Только победа. А еще, может, что-нибудь добавить? Нужно забить как можно больше мячей. Команда лучшего дивизиона, к которой мы стремимся. Хорошо. Так, какой сегодня состав? Состав боевой, как всегда. Готовимся, широкая у нас каменька. Посмотрим, что будет. Так, и последний вопрос. Какие планы на данный сезон? Сезон, как я сказал, нужно выйти за счет дивизион. Там покажут уже результат. Хорошо, спасибо. По итогу Аминева побеждает с отсчетом 3-2. Проходит КамАЗ. Выходит в следующий раунд. С кем она у нас, Антон, Аминеву встретится? Аминева играет с Алмазом, с представителем 2-го дивизиона. Абсолютно верно. Алмаз мы уже отмечали. Поздравляем Аминева с победой. И опять же, после матча Игорь Пакшин, игрок Аминева, и опять же, Георгий Татуашвили, игрок КамАЗа, интервью после этих игр. Какие впечатления после матча? Хороший матч, хорошая игра. В принципе, мы настраивались на победу, так она и получилась. Тяжелый матч, конечно. Команда из лучшей лиги, так скажем, интересно было свои силы проверить. Хорошо, что все хорошо закончилось. Спасибо. Какие впечатления после матча? Матч был хороший, хорошая команда. Но у нас не получилось, что же задумать. Уже есть время чемпионата, я думаю, что получше играть. Спасибо. Ну что же, начнем общаться с гостями в нашей студии. Первым гостем у нас сегодня является Петр Лебедев, один из руководителей, так сказать, основателей, наверное, нового заряда, нового облика команды. Команда за два сезона вышла из третьей лиги во вторую, из второй вышла в первую. И, видимо, транзитом на первую лигу тоже будет проходить. Петь, добрый вечер. Добрый вечер. По первому дивизиону хотелось бы сначала спросить, вообще, перед началом сезона, какие ставились задачи перед зарядом? Как проходит чемпионат? Кого можно выделить из соперников? Ну, то есть, такая вот общая информация, что... Ну, что касаемо вообще, в принципе, самого первого дивизиона, конечно, гораздо сильнее из того, что мы видели ранее, там, в предыдущие два года, да, после, так сказать, как вы говорите, нового дыхания, да, заряда. Если мы там ставили задачи выйти из третьего, второй, из второго в первый, и там каким-то образом цепляться, то где-то в межсезоне, наверное, благодаря некоторому укреплению, да, благодаря помощи ребят, которые сказали, что они готовы оказать посильную помощь в том числе, мы после, там, нескольких провальных первых туров взялись за голову, там, собрались, провели несколько хороших матчей, там, серия, не помню, была какая, там, 6 или 8 побед было подряд, и, зацепившись за пятерку, подумали, что почему бы и нет, почему бы и не попробовать и сыграть транзитом, и, в общем-то, все соперники нам под силу. У нас все ребят боевые, все спортивные, там, есть и профессионалы в команде по заявке, и бывшие, и нынешние, и много ребят разъехалось сейчас по профессиональным клубам, уже имеют контракты, дай бог, там, футбольного будущего в других местах, не в любительских лигах, но всегда будем рады, если они вернутся к нам. Пускай будут здоровенькие и играют по Европам, будем гордиться ими. А по чемпионату, очень интересный чемпионат, очень интересный, особенно первые, наверное, 10 команд. Самая большая интрига для меня сейчас, ну, как бы, закончилась, да, потому что мы понимаем, что первым местом нам не догнать, второго лишиться будет проблематично. Для этого надо проиграть 5 подряд матча, кому-то их 5 выиграть. Вот. У меня очень, так сказать, по-спортивному возбуждает интрига, связанная с тем, что за пятерку борются 10 команд первого дивизиона. Плотная борьба, плотная игра, ребята борются за каждое очко. Много нестабильных команд, очень много, очень много потерь ненужных. У нас тоже были провальные игры в сезоне, но именно, наверное, из-за того, что каждый с каждым где-то теряет очки на подходе к верху, когда начинают уже немножко мандражировать колени, когда ты заходишь, да, в стыковые матчи, тут же команда оттуда сыпется. По сезону и Pride, и Химик, и ММР, и Селеста, и Кофф Бозер, и Метро Лоджик. Все уже, все по разу заходили аж до четвертого места, мне кажется. То есть все эти команды, меняясь между собой были. Мне кажется, Лайзер, наверное, нет. Очень было. Был период, да. Да, да, в начале сезона был, очень интересный чемпионат, да. Если во-вторых и в третьих дивизионах все предельно ясно, то есть в третьем дивизионе играют только дубли, это, в общем-то, как бы дивизион дубли для нас на Юго-Западе, да, что касается... Там одну команду, наверное, можно выделить, это Атлант-Обнинска. Да, ребята хорошие, да, очень боевые, и пускай, дай бог, и во втором лиге, да. Остальные мельско-соревнуются, наигрывают там какие-то тактические схемы. Что касается третьих дивизионов, там все слишком просто и предельно ясно. То есть если в одном из дивизионов можно выделить там команду, ну то есть три топа, и там кто-то что, может еще зацепиться за там четвертой команды, за третье место. А в остальном, в общем-то, все решено, уровень выше, и эти команды на 99,9 выходит уже в первый дивизион, где, собственно, его и укрепят. Потому что то, что в буферной зоне у нас находится, это вот как раз нестабильность, нестабильность спортивная. Кто-то не может собраться, кто-то не может выиграть, кто-то не может. То есть финансовых проблем нет, а вот именно есть какие-то составляющие спортивные. Ребята, не хватает настроек. Ну тяжело в третьем дивизионе, Петь, мне кажется, тоже тяжело командам конкурировать с вами. Да, заряд, который там борется за выход, практически решил уже этот вопрос, да, имени такой обойму игроков. И Титан западный, который, ну, зачастую привозят там 5-6 человек основного состава. Ребята сейчас вот в Лиге чемпионов вышли в полуфинал, да, и играют. Ну, здесь тяжело конкурировать даже вот с вами двумя. Антон, не сказать, что тут не стоит вопрос о том, что конкуренция должна быть. Состав команд, играющих в третьем дивизионе, это вот прям вот топ-любителей. Из профессионалов там нет никого. Ребята играют для себя. Ну, первоначальная стадия, да. И стремлений там идти куда-то дальше нет. То есть вот когда первый год, там, в 16-м году я появился в заряде, да, это было черт узнает, когда я вышел на поле точно с такой же целью. Просто побегать, поиграть в футбол. Но попал на первый же матч с расслойной ипотекой. Там мы сыграем 3-3, какой-то там сумасшедший голос со штрафного. В общем, и интрига завелась. А почему бы и нет, почему бы и нет, давайте работать. Давайте подумаем, давайте потренируемся. А почему бы нет, вот стадион, вот люди, давайте бегать. Дошли уже до полуфиналя Лего Москвы, да? Ну, давайте мы не будем сейчас мешать между собой все турниры. Давайте мы постепенно, постепенно, вот по первому дивизиону мы сейчас закончим. На третьем не будем отвлекаться. Третьему дивизиону все-таки посвятим отдельное время. В следующей передаче. Вот первый дивизион, была у нас одна из центральных матчей. Вообще был один из центральных матчей Тура в эти выходные. К сожалению, мы его не показывали. Но игра была очень напряженная. Хотелось бы от Петра у нас услышать по этому матчу. Это матч-заряд Росвоен ипотека. Росвоен ипотека, наверное, в случае победы еще чисто теоретические шансы оставались на второе место. Но Заряд победил 2-1. Вообще, как складывалась вот эта игра, учитывая, что вы с Росвоен ипотекой транзитом пошли? Третий, второй, первый. Ну, во-первых, для нас это уже дерби. Это был дерби-дэй. Мы к нему готовились. И это уже седьмой матч в истории нашей команды. То есть противостояние. И не всегда он для Заряда складывается хорошо. Поэтому точно так же, как и ипотека, точно так же, как и они, я думаю, так же, как и мы имели сверхнастрой на этот матч. Ну, результат матча говорит тоже сам за себя. У нас не было 7-0, не было 5-5. То есть предельно сухой матч с обилием борьбы. Очень тяжелая, очень вязкая игра. Все отдавались полностью. Гигантское количество ошибок и в реализации везде. Просто потому, что дрожат ноги. А дрожат ноги, потому что на кону стояло много. У ипотеки был последний шанс зацепиться. А для нас, я понимал, этот матч решает все это. Матч жизни для нас был. Обыграв ипотеку, имея гильника в 9 очков. И имея транзитный груз с Аморой, которая снялась чемпионата. И отрыве в 12 очков от 9 в чистое от Амениево и 12 от Росвоенной ипотеки. Имея 5 матчей сзади. Но набрав 3 очка в любом из следующих матчей, по разнице забитых пропущенных. Ну, официально, да, оформите уже. По личным встречам мы обеспечиваем себе выход высшей дивизионной будущей. Поэтому очень тяжелая игра. Что касается видео относительно того, что сказали, что вы, к сожалению, снимали, есть видео, мы поделимся обязательно. Есть обзор. Да, у вас есть канал, мы вам скинем ссылочки, добавите это видео, скачайте. Ну, да, или пускай любуются. Если у вас есть хайлайты, то, конечно, давай. Есть и обзор матча, там небольшая нарезка трехминутная под музычку, как все проходило с обидными моментами, ну, то есть с самыми интересными. И есть полноценные, там, для тех, кто любит анализ матча проводить, мы обязательно вам поможем. Отлично. Замечательно, спасибо. Петь, хочется пообщаться насчет ближайшего уикенда. Две тяжелых игры предстоят. Первая – это игра Кубкова с ММФ. И вторая игра – это игра с Портером. Это полуфинал Лиги Москвы. Кстати, дорогие друзья, об матче заряда будут показаны на ЛФЛ-ТВ. Матч с ММФ транслируем мы своими силами, а матч с Портером наши западные коллеги в воскресенье в 12 часов со стадиона «Сетами парка-1». Смотрите трансляцию, болейте за нашу команду, будем поддерживать как можем. Что связано с предстоящим уикендом, безусловно, он будет один из, наверное, самых трудных. Ну, во-первых, начинается то, что погодный условие начинает меняться. И для всех мы все люди зимой бегать при свежем воздухе, не в супер-холодную погоду, и бегать под палящим солнцем. Время у нас выбрано 13, 30, 12 часов и в субботу, и в воскресенье. Значит, ну, будем тратировать максимально состав. Дай бог, чтобы все были здоровы, все приехали. Значит, что касаемо матча с ММФ, мы с ним будем играть второй раз на этой стадии Кубка. В прошлом году мы точно так же на стадии 2016 проигрывали им по пенальти. И, мягко говоря, имея не такую большую обоим игроков и не такого класса, мы все равно им дали бой. Поэтому, ну, не будем забегать вперед, но я надеюсь на был приятный сход данного матча, учитывая то, что команда высшего дивизиона немножко халатно относится к завоеванию Кубка Юго-Запада. Непонятно для меня, почему проигрывают командам и вторых, и первых дивизионов, не собирают составы на кубковые матчи. Ну, это личное дело, так сказать, руководителей всех команд нашей лиги, но мы будем бороться за все трофеи в этом году. Чемпионат у нас уже взять не получится, значит, вот осталось еще два турнира, где мы будем пытаться себя проявить. Что касаемо Лиги Москвы и их полуфинала, значит, ну, в отношениях с Портером, мы в хороших двух отношениях и с Александром Почетковым, и с Максимом Сергеевичем Ковальчуком, да, и тренировались вместе, и вместе выступали за ветеранский Портер недалеко в прошлом сезоне. Поэтому для нас это будет такой больше матч дружбы, наверное, но, опять же, не без боевого настроя. Да и после игры у вас дружба, время игры, понятно, какой дружбы речи быть не может. Будем смотреть, что будет на поле, да, будем стараться, боем Портер тоже максимально всем, исключительно большие задачи всегда перед собой ставят, это доказало и прошедшим от России, куда они ездили выступать в Сочи, да, опять на опять забоева в титул. Стать чемпионом, да, поэтому я знаю амбиции этих людей и знаю, что для нас ничего простого вот именно в этом выездном матче не будет. Но в связи с тем, что противостояние всегда состоит, да, на этой стадии из двух матчей, собственно говоря, будем стараться выйти в финал и, по моему мнению, наверное, встречаться вновь с командой Феникс Дельс, с которой уже на групповой стадии приходилось биться. Да, они у меня все сами продолжают. Пройдя аксиому, я думаю, мы все лиги, наверное, ЛФЛ немножко уже, чего-то доказали, да, и немножко о себе заявили. Так о команде, которая будет выходить в высший дивизион, я надеюсь бороться в следующем году точно так же за призовые лица. Да, соглашусь, с аксиомой была очень тяжелая игра, по пенальти вы победили, 2-5-5-2, по пенальти вы прошли. И вообще, в принципе, выступление заряда на Еврокубковой арене в этом сезоне достойно уважения. То есть команда уверена, как-то и групповую стадию прошла, и стадии плей-офф. По поводу Портера, у меня, наверное, единственный вопрос, но он традиционный после КФЛ, после просмотра матча и сборной Запада. Проблема Ильи Ульяненкова как-то рассматривается в команде? Ну, Портер в частности, если мы говорим о Портер СВ, да, а не о команде АФК Портер, то это скорее, наверное, по мне, это команда двух человек, двух игроков. Да, я уважаю всех участников этого коллектива, и многих ребят знаю лично, но что касаемо именно силы, то, конечно, да, для меня проблема Ульяненкова и Ковальчука на поле, в центре поле, это одна из самых главных проблем. Поэтому мы, конечно, на это обратили внимание, и, естественно, будем делать все необходимое для того, чтобы максимально с спортивной точки зрения как-то нейтрализовать для себя опасность, сходящая именно от этих двух игроков. Ну, кстати, если уж мы говорим про Портер, да, то Портер на предыдущей стадии выиграл, между прочим, Росвоен ипотеку. И в обоих матчах была очень упорная борьба. В первом матче, если 5-4, Росвоен ипотека проиграла на вернатке, то в ответной встрече все было гораздо скромнее, и счет был 2-1 в пользу Портеру. То есть, опять же, да, даже исходя вот из этих, из голых цифр, мы понимаем, что встречается в полуфинале примерно команды одного уровня, потому что недавно, как Петр уже сказал, они сами обыграли Росвоен ипотеку 2-1, получается, на той неделе, Росвоен ипотека 2-1 проиграла и портеру, и заряду. Ну, такое относительное. Если померил умерится, то, наверное, на Западе мы закончим за счетом 0-0. Ну, судя по всему, и все будет решаться уже в вернатке парк. В серии пенальти на вернатке парк. Посмотрим, как будет. Любая борьба будет интересной. Как бы мы не закончили этот турнир, я надеюсь, что мы пройдем дальше. Я думаю, что мы в нем уже выступали достойно и будем дальше выступать достойно. И, короче, команда «Заряд» желает все-таки приподнять уровень юго-западной деньги, где мы выступаем, и уходить с нее мы не собираемся. Это мы будем с гордостью нанесли флаг юго-западного округа и представлять его во всех любительских соревнованиях города Москвы. Даст бог, будем выступать в ЦФЛ. Если будем собирать состав в следующем году, будем рассматривать это, но уже после. На КФЛ, да, рассматриваете? Может быть, чемпионат России. Может быть, будем смотреть, как все будет складываться. Будем смотреть, как будет финансирование команды, будет смотреть, как будет ребят. Потому что многие разъезжают. Еще раз говорю, мы стараемся всех ребят, которые через нас проходят, искать места, подписывать профессиональные контракты, чтобы они все-таки любительский футбол. Это такой футбол больше стариковский. Я не считаю, что здесь 18-19-20-летние ребята должны пролебать и за какие-то невеликие деньги выступать и на этом останавливаться. Если у них есть какая-то футбольная жизнь, есть стремление, мы всегда всем помогаем и будем только рады от того, что они будут где-то на каких-то олимпах и высотах, в инстаграммах и по телевизору показывать, какие они действительно футболисты, гордиться тем, что они у нас играют. Петь, ну вот как раз о трансферах. Большая на самом деле зимой была перестройка в Заряде. Ушли, ну центральная ось, можно сказать, ушла вся. Центральный полузащитник, центральный защитник. Алхазову мы сейчас уже не видим, Огоняна мы не видим. Вообще вот буквально в двух словах. Шумейка, что произошло, куда люди ушли, кто был взят вместо них. Ну так, в двух словах. Ну в двух словах у нас Кварадхелия выпала два месяца после перелома Голеностопа. Мы не видели этого человека, он занимался восстановлением. Алхазов повредил коленный сустав, у него был надрыв мениска и киста. Поэтому он тоже проходил с реабилитацией. Алхазов подписывает сейчас контракт с профессиональным клубом. И сезон следующий начнет с сентября месяца выступать уже либо в ПФЛ, либо в ФНЛ. Пока не будем там, ну не совсем понятно, как будем открыть карту. Значит, что касаемо Огоняна, он больше пересыл на организаторскую должность, так сказать. То есть с точки зрения как футболист, наверное, как я и как он, уже по возрасту мы закончили выступление за первую команду заряда. Центральная ось обороны, опять же, по поводу Абонзинского, Саша, который уехал, он подписал профессиональный контракт в Киргизии с футбольным клубом Малай, где выступает. Дима Островский уехал из Зарарата, вернулся к нам, подбыл межсезонье, уехал тоже в Киргизию и Валай. И вот уже первый профессиональный гол заеден на прошлой неделе, в туре они кого-то там обыграли. Дмитрий с этим поздравляем. Да, Дима начал забивать, потихонечку начали все адаптироваться, ребятки, да. Значит, ну сейчас восстановились, ну Шумейков уехал в Латвию, подписал контракт с Сережей, дай бог, у него там сейчас травма есть, он не выступает, но он точно занимается реабилитацией. Я думаю, что со следующего сезона он будет выступать удачно там. В связи с этим и возник необходимость, да, затыкать дыры, потому что если бы мы с этим составом набрали ход и шли бы с ним до конца сезона, то я думаю, что мы бы и с Артели боролись. Но были спады, были проблемные матчи, мы не могли так забивать, как забивали раньше, поэтому вот пришлось, ребята помогли, КПРФ двое, ребята у нас выступают теперь, Влад Мерлушкин и Макс Махудин. Игроки основного состава, да, КПРФ? Нет, игроки дублирующего состава, КПРФ два, которые выступают в высшем дивизионе российском по мини-футболу. Вот они, к сожалению, проиграли в полуфинале, буквально вчера в Кемерово, ответный матч, и теперь будут играть матч за третье место, хотя в прошлом году были от Владыка и Золотых медали. Ну, молодые ребята в центре поля у нас есть Давид Шоня, у нас есть Антон Свирин, у нас Усидов с Эскайзером, мы пригласили Юрчикова Антона, у нас Илюш Парамон есть перспективный опорник, который, скорее всего, тоже подпишет контракт лет, мы верим. Есть опытные игроки, как Сережа Чуйков впереди, есть Паша Голанов, без которого, конечно, мы не можем обойтись, Кварцхелия поправился, да. Ну, будем бороться, будем биться, да, это люди, может быть, без каких-то имен, но мы сделаем все необходимое, чтобы об этих людях узнали именно в нашей команде. И пускай их начинают уважать, зная, что они выступают за заряд, а заряд показывает столь высокие результаты, как мы надеемся, и будет их показывать на протяжении еще долгого времени. Что касается старожил, то все на месте, братья Романовы по-прежнему в строю, в бою, за дубль бегают, все занимаются. И в основном составе Александр выходит частенько, и голы забивает за основной состав, и Андрей Бельков принес победу с рассвоенной потекой на последней секунде. И до этого матча с Аминьевым Андреем Бельков забил решающий гол, со счетом на 4-3 мы выиграли. Поэтому, с точки зрения ротации, все всегда будут иметь шансы, мы их всем будем предоставлять по возможности и по физическим способностям. Никого списывать со счетов не будем, вся обойма будет всегда в строю и будет стараться приносить пользу нашему клубу. С братьями Романовы вообще, как у вас происходит вот это взаимодействие внутри клуба? Кто за что отвечает или нет такого четкого распределения? Очень все просто. Сергей настолько талантлив в организаторской способности, что пальму перевенства перебороть с ним невозможно. Все, что касается организации тренировок, поиска каких-то там вещей, связанных с экипировкой команды, с расписанием, с письмами, общение с руководством лиги происходит исключительно через него. То есть у нас есть некая группа, где присутствуют руководители. Нам достаточно обсудить 2-3 детали, которые нас интересовали бы. Тут же получаем отчет обо всем, что происходит, о том, как это все. То есть я настолько, у меня развязаны руки, можно думать о каких-то там вещах по поиску инвестиций, по поиску новых футболистов для клуба, потому что и Саша, и Сережа, конечно, взяли на себя всю эту ножку. И, конечно, это разгружает. И они огромные эмоции. Надеюсь, все так и будет продолжаться в дальнейшем. Петь, ну тогда пожелаем удачи и в субботне на игре с ММФ, и, конечно же, пожелаем удачи в воскресной игре против Портера. Будем все болеть, переживать. Спасибо. Надеюсь, наши фибры как-то передадутся команде и победу увидим мы. Ну, дай бог. В первом раунде этого противостояния. Попробуем посвятить ее вам, если у нас все сложится. И в том, а в другом матче. Спасибо. Ну и всегда мы рады увидеть в нашей программе. Я думаю, в конце сезона будет обобщающая программа, как сказать, по первому дивизиону. У нас в этом году юбилей у нас нашему клубу футбольному любительскому пять лет исполнится. Первый маленький юбилей. Ну, 14-го года в 14-м году эта команда была образована. Поэтому по окончанию сегодняшнего сезона этого года в любом случае у нас будет какой-то сбор. Мы будем понимать, чего мы добились. Будет пройден какой-то первый этап, какая-то некая пятилетка. Будем смотреть на результаты. И я думаю, все люди, кто в этой команде участвовал, будут играть. Может, какой-то матч выставочный сделаем. Ну, не знаю, мы что-нибудь придумаем в любом случае, чтобы всем было интересно. Ну, а мы, если сможем, какой-то обзор этому мероприятию. Я думаю, что мы с этим как можем. Так что мы горды выступать в вашей лиге. Очень рады, очень рады ее представлять. И будем нести, еще раз говорю, гордо флаг западного округа. Мы горды вашими выступлениями в Москве. Ну что, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Продолжаем мы нашу передачу. Сейчас у нас в гостях Николай Дыбов, один из руководителей капитана Селесты. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Коль, собрались с тобой по поводу того, что, во-первых, команда у вас створила одной из сенсаций. Выбила Николай из кубка. И вообще хочется узнать, каково это после высшего дивизиона перейти в первый. И вот каковы реалии для команды, которая долгое время играла в вышке, оказаться снова в первом дивизионе? Ну, как бы, начну с последнего. Первый дивизион не так для нас страшен. В вышке в прошлом сезоне команда там начинала перестраиваться. Сейчас она продолжает перестраиваться. Поэтому ничего страшного в первой лиге нет. Я не вижу ничего такого. Да, первый дивизион отличается от вышки по уровню игры, по, соответственно, качеству ее, по уровню команд. Тут многие играют именно с одним столбом, и все в обороне, поэтому тяжелее намного, чем вышки. Вышки дают играть, здесь нет. Здесь больше борьбы. А так для нас ничего страшного нет. Вся команда в этом году обновилась очень сильно по сравнению с теми, кто играл в вышки. Из вышки мы тоже вылетели объективно. Мы там шесть сезонов провели, четыре очень хороших, один, два, так себе, поэтому и вылетели. Мы вылетели из-за кадровых проблем. Тоже, когда у меня два года назад команда стала перестраиваться, были трансферы. Один уехал в лутомотив, второй в Sky Energy, поэтому тут из ЛФЛ ребята уехали в премьер-лигу. Поэтому было объективно, мы и вылетели из-за этого, потому что проблемы с составом, постарели и так далее. Сейчас молодая команда, новые ребята, будем стараться биться. Вот дали бой недавно в столице артели лидеру. Проиграли 4-2, но как бы проиграли достойно. Что касается Ники, ну тут все как бы для меня. К Нике давай чуть-чуть попозже. Обсудим первый дивизион и по матчу с Ники чуть-чуть вообще хочется узнать по первому дивизиону, как шло формирование вот этой новой Селесты. Знаю я, что очень много футболистов, которые раньше за Чертанова играли, это еще давным-давно, там вот большое их количество появилось в этом сезоне в Селесте. Вообще перспективы команды какие? Вот в этом сезоне будет обидно, если в пятерку не попадете? Ну, стараемся попасть в пятерку, естественно, но обидно не будет. Мне лишь нет, потому что если взять нашу статистику, у меня 5 игроков, которые сыграли 25 матчей. Это мало, это очень мало, состав нестабильный. Это объективно, потому что есть травмы, есть формирование. Из-за этого не приняло Чертанова, потому что Селеста – это команда любительская. Она всегда была любительской и будет ей оставаться. То есть в Селесте все играют на голом энтузиазме, и она формируется за счет игроков команды, скажем так, и взнос, и все остальное. Поэтому мы чисто любительская команда, и формируемся за счет друзей. То есть так у нас формировалась команда, когда мы выходили из второго дивизиона, а я в принципе в ЛФЛ играю сезону 0-4-0-5. И с этого времени все время команда была любительская. Поэтому мы выходили и формировали себя по дружескому принципу. Люди приходили, друзья друзей и так далее. Также была сформирована команда во втором дивизионе, мы вышли в первый. Первые прошли за один год, вышли в вышку, и вышки показывали. Вначале привыкали, потому что тогда вышка была другая немножко. Мне кажется, сейчас она чуть-чуть послабее, конкретно в этом году. Но я думаю, что это естественная причина. Команды стареют, там те же самые Бутова, Керосинка. Приходит на смену новый, Пищевик развалился, который был безговорочным лидером. Из Керосинки ушли пару лидеров и так далее. То есть это все объективно. Что касается первого дивизиона, то тут играть сложнее. Сложнее с точки зрения, что больше требуется физики. К этому команды, которые мы лично стали немножко не готовы к такой игре. К этой медицине стоит автобус, один столб, и дальше там стандарты. Шесть игроков штрафной, да, и расчетная длинная передача. Да, длинная передача, по нему кто-то открывается, и там стандарты, нестандарты. Много мы пропускали с рикошетов, много каких-то контратак и так далее. Но сейчас как бы привыкли уже, более-менее состав стабилизировался. Опять же есть травма, мы там последние 4-5 туров играем опять без нападающего. Антон Бугров, да, перестал приезжать. То есть он был там, у него была травма, он восстанавливался сейчас. Как и говорим, мы любительская команда. Поэтому у нас у кого-то работа, у кого-то там дом, семьи. В команде у троих ребятах делись дети в этом году, сыновья. Поэтому тоже ребята там. Потенциальное пополнение Селеста в будущем. Потенциальное пополнение Селеста, да, у нас выиграли и дети. Селеста дубль же много кто. Да, да, но я поэтому и решил это вспомнить. Селеста там много, много было. Дубль тоже был в прошлом году у меня. Это тоже эксперимент. Я поиграл во всех либах. И в третьих, и во второй, и в первой, и в вышке. Поэтому, ну, первая, первая, она поэтому и выбивает сейчас команды в вышке некоторые. Во-первых, в вышке, как я понял, кубок не особо нужен. Ну, и в первой злее намного. То есть, многие, это именно получается, как я понял, только в первой лиге. Потому что я играл во второй и в третьей. И в вышке именно в первой. Больба, борьба и борьба. Да, первая дивизион у нас вообще очень сложная в этом сезоне. Шесть команд вылетают впервые в истории. Пять команд первых борются за выход. Вообще, коли так вот по сезону, по сезону, какие-то команды вот в плюс мог выделить из первой дивизиона? Из первой плюс поставил бы здесь на столице. Ну, заряд тоже в стадии становления. Но у них, как бы, подчиняем прошло, тоже много ребят. Но они обновились. То есть, заряд, который начинал игру в первом дивизионе в этом сезоне, и который сейчас две кардинально разные команды. И по качеству футболистов, и по уровню футболистов, и по уровню футбола, который они показывают. То есть, во второй половине чемпионата за это показывают сильнее футбол. А Минило меня удивило, потому что это... Я считал, что именно они займут второе место. Но череда травм, объективно все, они сейчас борются только за стыки. Удивляет мистеросовая ипотеки, но это как раз командный формат, который для первой дивизиона. Это борьба, толп и контратаки. Все. Обороняет команду очень хорошо, мы с ними два раза играли. Первый раз в позиции с более сильным составом. Не смогли искать оборону, две контратаки, два один, по-моему, мы проиграли. Второй раз уже у нас были проблемы с составом, у нас просто не хватило на все 60 минут. А так, в принципе, есть веселые команды, такие как Коп Озеро, которые могут обыграть кого угодно, но под настроение. Играть в атаку. А так, в принципе, первая пятерка выделяется. Все остальные удивляют сейчас положение химика в кубке. Команда выбивает высший дивизион, потому что некоторые игры не по игре. Но в целом крепкие команды. Шальны в последний тур, вот 0-0, что редко для EFL. Шальны, 0-0, это как бы редко для EFL, редко для нас. И мы не забили и они. Могу сказать сразу, Ефимов нас спас не один раз. И Перекладина один раз спасла. И Перекладина, да. То есть в матче с Шальными, Шальны имели в этом в этот раз преимущество больше. Потому что в первом круге мы их обыграли 5-0, причем так. Достаточно спокойно. Но, ну, команд веселых. И вот сейчас команда с 5-го по 10-е место боится за 5-ю путевку. У всех есть шансы. На мой взгляд, больше шансов ММФ-2, конечно, занять 5-е место. У них и 2-й игр в запасе. У них и 3-й очка от Самора, которые достаются просто так. И у них еще не такой сложный календарь. Там и БСК у них есть. И, по-моему, ММФ-05, то есть 2 аутсайдера. Поэтому шансов больше не гонит в этом месте. Ну, посмотрим. Николай, но у вас тоже, кроме заряда, по большому счету, у вас остались не сильные соперники. У вас остались их инвовик. Кооператив Озеро, о котором мы говорили. И карт-бланш. Поэтому, в принципе, у вас только заряд может вам помешать. Да, даже заряд еще оставляет какие-то шансы. Все-таки на первое место потенциально они еще могут побороться. И, соответственно, отдалиться побольше от третьего. Чтобы увереннее себя чувствовать на окончании сезона. Это, в принципе, у вас довольно-таки удобные соперники. И, я думаю, с тем подходом, о котором вы сейчас рассказывали, вам вполне набрать максимальное количество очков. Вполне, если у меня не будет кадровых проблем. У меня каждая игра, к сожалению, заканчивается потерей одного игрока. Никита Платонов на травме. Чемпион, напомним, кто не знает, Юго-Западной лиги в составе Изумруда. Играет в составе Селеста, Святослав, Вячеслав, Ефимов. Он же Чех. Он же Чех, да. Он тоже является чемпионом в составе Изумруда. Вот Никита Платонов, к сожалению, мало мы видели. Это вопрос. Травм в этом сезоне немного Никиты. Нет, у Никиты была травма еще в сезоне 15-16. В конце он получил травму Мениск. Потом с ней поиграл. Потом получил лицидив. Сейчас он пока отдыхает. Вообще, в принципе, травма это как бы... Нет, я мою часть футболки. Более любительского, потому что все мы видим, как команда разминается. Это, который разминается перед матчем. Покажу вам своя гимнастика перед игрой. К сожалению, таковы реалии. Первый дивизион. Коля, вот внизу, внизу, там, например, удовольствие. Новомосква, Уралан. У нас будет ставка этого интервью до и после матча с удовольствием. Коль, привет. Скажи, пожалуйста, пару слов о предстоящей игре. Привет. Ну, игра с удовольствием. Мы с ней играли в вышке два сезона. То есть, игра для нас принципиально. Попробуем выиграть сегодня. Там как пойдет уже. Скажи, пожалуйста, сегодня оптимальный состав на игру? Нет. У нас давно уже не оптимальный. Команда в стадии становления. Ну, это не может травм. Сейчас четыре человека в атаке. Поэтому постараемся, как можем. Есть цели на кубок? Конечно, пройти как можно дальше. Цель всегда выиграть любой матч. Понял. А собираетесь селяться на следующий сезон? Конечно, конечно. Всегда собираетесь. Понял. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Барбар, какие ожидания на игру с Селестой? Ожидания, ну... Выигрывать нам уже сложно другого ожидать. И очки, которые могли растерять, в первом круге уже растеряли максимально. Поэтому на каждый матч настраиваемся, чтобы выиграть. Скажи, пожалуйста, сегодня собрался оптимальный состав для игры? Нет, к сожалению. К сожалению, не получилось собрать оптимальный состав. Я эту тему уже поднимал в группе. Представители ЛФЛ. Так как с председателем соперника не удалось договориться о переносе матча. Поэтому, к сожалению, не будем оптимальный состав. На следующий сезон собираетесь селяться? Ну, вообще, пока не знаем, будем ли мы на следующий сезон. Поэтому такие прогнозы давать не готов. Хорошо, спасибо, удачи вам. Коль, поздравляю вас с победой. В сухую выиграли 4-0. Конечно, напряженная игра. Но пару слов, пожалуйста. Ну, как ты сказал, напряженная игра. Все. Мы с логистиком бьемся еще с вышки. Но сегодня выиграли нормально, сыграли строго. Свои моменты использовали. Наказали их-то и контратаки. Нормально свои забили. Игра вязкая, без моментов. Все в центре, все борьба. Ну, как от ножа, как положено. Понял. Спасибо большое. Желаю дальнейших побед. Спасибо. Такая игра получилась. Своеобразная, горячая. Но обыграли 4-0. Вообще, если вот аутсайдер, там хорошим урала, но Москва удовольствие сражается за вот эту вот оставшуюся путевку. Так сказать, на будущий год за право играть в первой лиге. Кто флорит в этой борьбе? Я могу сказать так, что мне симпатичнее все-таки урала. Команда веселая. Они нас обыграли, обыграли по делу. Физически ребята готовы, на мой взгляд, очень хорошо. Но не хватает исполнительского мастерства и каких-то там где-то хладнокровия. Чего, в принципе, многим не хватает в первой лиге и ниже. Что касается удовольствия. Команда крепко играет в тот же самый футбол, какой играла в высшей лиге. То есть ничего не позволяет делать сопернику, старается. Но нам удалось им навязать свою игру. Мы сыграли с ними в той тактике, как я и говорил, со столбом. Выманили на свою половину поля. Они нам дали зоны. В зону убежали, две контратаки, два гола. Потом они пошли еще больше раскрываться и все. Ну, а там дальше навязали борьбу. Первый тайм 4-0, по-моему, закончили. Второй один гол забили. Но этого достаточно. То есть можно высушить игру и все. Что касается Новомосквы, то тут тоже команда настроения, как они начинали сезон. Те же самые матчи со столицей Артель. Я когда смотрел, его показывали по видео тоже. Очень хороший матч. Я думаю, что эта команда будет одна из фалонитов. Но, опять же, видимо, или кадровые проблемы, или что у них там было, не знаю. Команда очень тяжело пройти весь первый дивизион. Там 38 матчей изначально, если не снялись команды. Это, по-моему, самый длинный календарь, если я не ошибаюсь. Ну да, вообще, первоначально 20 команд было в первом дивизионе. 38 игр для LFL, это, конечно, много. Ну, это много для любой любительской команды, потому что тебе надо много-много играть еще, плюс матчи немного выпадает на лето, когда все отдыхают. Поэтому пройти весь сезон, вот только как раз прошел весь сезон нормально, без потери серьезных очков, и сейчас вверху. То есть, опять же, взять эти лидеры столицы, у них, я анализировал, 12 человек, имеют 27 матчей, по-моему. То есть, это, вот, показать, 12 человек, это у тебя состав плюс 4 замены. Поэтому стабильный состав, он очень много дает. Очень много дает. Тем более, в таких игр, где надо именно больше порядок, нежели класс. Потому что играть, катать не дают. Коль, ну, перейдем к Нике, наверное. К Нике, да. К кубковому матчу. Очень всем интересно. Очень всем интересно. К сожалению, не могли вам показать этот матч. Все были заняты. Основные наши силы на континентальной футбольной лиге, нашей медиагруппы. Вот, хотелось бы узнать тебя, первого лица, что произошло, победа по пенальти, выход в следующую стадию кубка. Подробнее об этой игре можно? Ну, подробнее могу сказать, что мы на эту игру избрали тактику, исходя из своего состава, потому что не все подъехали. Те же самые, там, Бугров не приехал, не приехал Виноградов. Они сейчас, ну, как бы, не то, что, не скажут, там, лидеры, да, сильнисты, но это люди, которые забивают, по статистике, больше мячей. То есть мы приехали, можно сказать, без нападения на эту игру. Но, правда, приехал Карпинский, который является, на мой взгляд, самым сильным нашим нападающим. Он в истории Селесты, в принципе, и забил больше всех. В высшей лиге он забивал, там, 35-40 мячей все время в каждом сезоне, несмотря на то, что у нас там не особо атакующая команда была. Карпинский приехал, сделал свое дело, тоже на столба, сыграл новичок команды, Джокер Виталий Клевшин, тоже из Чертанова. Ну, и вот. И, как бы, так получилось, что мы отборолись, да, было много фолов, но сыграли в такой заливший футбол, который играет и против нас, играли в первой лиге. Поставили автобус, не дали забить, чудеса творил Ефимов, опять же, без него никак. И в итоге они нам забили ближе к середине второго тайма, по-моему, один мяч. Потом, 9 минут до конца, стандартно на нашей половине поля, мы подаем, Виталий Клевшин головой перетравляет мяч в 9. Так получилось. 1-1, а потом на серии пенальти уже Ефимов вытащил 3. Очередной бенефис, да? Да, 3 пенальти. В принципе, весь этот матч, можно сказать так, что вратарь полкоманды, так оно и было в этот раз. Ефимов сотворил просто сенсацию. В принципе, Ника этого не ожидала. С точки зрения Ники, я понимаю, что ребята, я опять же помню интервью ее капитана, который давал он здесь, он не рассчитывал пройти Селесту на одной ноге. Вот это тоже сказалось, потому что недооценка соперника, она в LFL очень много значит. Здесь нельзя заранее подготовиться к матчу, потому что ты не знаешь, что придет против тебя в этот раз. Это не профессиональные команды, где ты уже знаешь, кто формит, кто не формит по новостям. Здесь ты можешь смотреть в выходные одну команду, а на следующий раз против тебя подъедет совсем другая. Да, но новый абсолютно состав может явиться на игру, согласен. Тем более, что все-таки заявки, они есть, тот же самый Виталик. Мы его заявили, потому что он не заигран в LFL. Регламент, правда. Регламент. Они были не готовы тоже и к этому. Ну и в принципе тоже так. Я думаю, что ребята были не готовы просто к сопротивлению. Потому что последние два сезона они нас обыгрывали в высшей лиге, а здесь думали, что будет легко, но не получилось. Ну и в итоге получается, как вот ты говоришь о том, что проблема для играющих команд в первом дивизионе то, что очень тяжело играть. В итоге тот футбол, который вам продемонстрировали в первой лиге, помог вам обыграть из меня одних из лидеров высшего дивизиона. Получается, это все к лучшему. Для команды складывается и, наверное, исходя из этого, ну, можно сказать, горького опыта, все-таки вылет из высшего дивизиона. Первый все-таки горький опыт. Но команда от этого станет, скажем так, более грамотной. Игроки наберут от этого опыта именно правильности игры в обороне, правильности игры вскрытия соперников. То есть в дальнейшем, я думаю, только в плюс пойдет. Минусом это явно назвать нельзя. Ну, могу сказать так, что я, в принципе, отношусь ко всему философски. И по опыту знаю, что любое поражение воспитывает намного лучше и дает намного больше, чем любая, даже самая тяжелая победа. Потому что когда ты победил, ты думаешь, ну, я победил. Но когда ты проиграл, ты делаешь выводы, почему ты проиграл, исправляешь ошибки и уже их стараешься совершать. Поэтому здесь вылет из высшего дивизиона, он много чему научил. Он и меня научил в плане становления команды, потому что в высшем дивизионе, когда мы вылетали, у меня был дубль, через команду прошло, там, не знаю, человек 50, это не меньше. В итоге из дубля из молодых футболистов, что меня удивило, закрепился только один в основном составе. Все остальные, даже со спортшколы, ребята, они не смогли как-то быть ЛФЛ даже в некоторую третью лигу. Я уж не говорю про... Какова спортшкола? Ну, вот я был удивлен очень сильно. ЛФЛ сильнее спортшколы, да? Нет, кстати, сейчас по ЛФЛ, даже когда мы выходили в высшую лигу, это был один из минавтов, по-моему, если не ошибаюсь. И 10-11 даже. Ну, и вы сразу там в первом сезоне, я помню, чуть ли не за Еврокубки зацепиться могли, там не хватило. Шестое, пятое место, там Крылья Совета с вами конкурировали до последнего тура, там, но в итоге опередили вы Крылья тогда. Ну, мы и там, я помню, создавались сенсацией, мы обыграли вопросы спорта, их в основном составе, 6-1. Это была сенсация. А так вообще Селеста вся начинала весело, мы тогда, тот сезон начали, 10 игр, 2 очка, и в итоге займешь шестое место или седьмое. Коль, ну и вопрос, наверное, последний на сегодня. Про кубок, опять же, спрошу. Приоритет, команда претендует на победу в своей зоне во второй лиге, во второй А, они близки к чемпионству. Вообще, перед этой игрой какие ожидания? Ожидание, что игра будет очень сложная, потому что я слышал, что команда не просто нацелена выйти в первую, а выйти оттуда в вышку. Команда, как я понимаю, кадрово достаточно хорошо укомплектована. Здесь нападающий, который, барышняков, который заглядет, там уже больше ста мячей, в ту-четыре. Ну, это он в истории, вообще в этом сезоне, по-моему. В этом сезоне 61 мяч. 61 мяч. 61 мяч. 61 мяч, мяч даже для второго дивизиона, он достаточно тоже неплохой показатель. Ну, мы будем стараться. То есть, я соперников недооценивать. Задача телевеста всегда выиграть каждый матч, на который она выходит. Эта задача была всегда и будет и здесь сейчас. Да, мы некоторых соперников недооцениваем, поэтому мы проигрываем в первой лиге, особенно первые 10 туров. Мы думали, что сейчас вот мы не получились. И вас поставили на место. Мы тоже поставили на место, просто показали, что есть ненавидовый футбол. Это было так же, когда мы выходили из первой лиги в вышку. Мы поняли, что вышки играют совсем по-другому. То есть, несмотря на то, когда ты смотришь вышку с бровки, ты думаешь, как все медленно. Когда ты играешь на поле против вышки или в вышке, ты понимаешь, что на планете решение у тебя намного меньше. Ну, адаптация просто. Намного меньше времени, да, и там играют именно в футбол. Вот, а так, в принципе, по уровню вышка и первая, я все-таки скажу, что вышка на порядок сильнее. На порядок сильнее, потому что там играют именно в футбол. И да, выиграть, как мне выиграли в Нике, любая команда может выиграть любой матч, конкретно один. Но всю дистанцию пройти на третьем месте вышки тоже дорогого стоит. Коль, спасибо. Будем надеяться, что регулярно будем встречаться на нашей передаче. Всегда рад. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, что ж, друзья, продолжаем мы рассказ о событиях в Юго-Западной Лиге. Начнем обсуждение 2-го А-дивизиона. Сразу представляю вам гостя в студии Дмитрий Чумаков. Один из организаторов, руководителей футбольного клуба «Приоритет». Команда лидирует уверенно во втором, не уверенно, лидирует во втором А-дивизионе. Уже обеспечила себе на будущий год выход в первый дивизион. После 30 игр 81 очко у команды. Дим, добрый вечер. Добрый вечер. Дим, ну и сразу хотелось бы спросить, «Приоритет» для нас новая команда под этим названием «Первый сезон» выступаете в Юго-Западной Лиге. Знаем мы, что часть игроков, опять же, под твоим руководством, играла в прошлом году под названием «Астралион». И по спортивному принципу получилось в том году, что вы должны были вылетать. но реформа реформа второй лиги реформа второй лиги происходит и спустя почти год мы видим, что команда можно сказать триумфально выходит в первый дивизион. Вот что произошло вот за лето, как велась вот эта вот селекционная политика, что поменялось именно в команде, помимо названия, естественно, почему «Приоритет», во-первых, хочется узнать. И что поменялось, как вот эта вот шла трансформная политика, как набирались эти игроки, которые сейчас дают результат? Ожидаемый вопрос. Многие на самом деле интересуются, как так произошло. Да, действительно, мы должны были вылетать. Но в прошлом году у нас было именно формирование любительской команды из преимущества из моих друзей, близких, которым участие в турнирах, соревнованиях может быть не совсем было интересно, не было мотивации. Это больше было время препровождения с друзьями посредством игры в футбол в ЛФЛ. Поэтому результаты были не очень положительные, очень было много моментов касательно ситуации конфликтных внутри команды, во время игр. Это все мешало показывать результат. Хотя были яркие представители и в том сезоне. Вот центральный защитник основной у нас остался, центральный нападающий основной остался из той команды. Я, соответственно, остался в качестве главного организатора и тоже действующего игрока. И в этом году просто мной было принято решение сделать такой спортивный проект. Назвали мы команду «Приоритет». Такое название имеет строительная компания моя, где я являюсь генеральным директором. И соответственно сразу же был взят другой курс, другой подход. Мы на самом деле далеко за игроками не ходили. Все ограничилось достаточно узким тоже кругом приглашенных лиц. Это все товарищи, каждый кого-то из команды знает, не первый год общается, может даже где-то не первые пять лет. То есть кто-то через каждого знает, пригласили. Плюс был поставлен тренировочный процесс еженедельный. Мы стали тренироваться, смотреть новичков. состава готового на момент старта чемпионата на новый сезон не было. То есть он сформировался до сентября. Где-то даже до середины сентября. Изначально многие отказывались, приходили на тренировки и говорят, да нет, у вас слабая команда, нам не интересно. Но навыки деловой общения дают определенные моменты положительные. Поэтому все-таки всех объединили, соединили и сделали действительно команду в этом году. И теперь приятно приходить не просто общаться с своими друзьями, знакомыми, проводить время, но и добиваться результатов на футбольном поле. То есть была полностью сделана реорганизация как вне поля, так и в плане игровом. То есть сузился, я так понимаю, административный штаб. То есть грубо говоря остался Т1, была группа лиц в том сезоне, сейчас по большому счету ты один занимаешься административной? Да, я один занимаюсь организацией. В том году было у нас несколько людей, 4 по-моему, 3-4 человека мы занимались, там постоянно была неразбериха, кто за что отвечает, из-за этого бардака, отсутствия результата, следовательно. В этом году я основной организатор, ну и все немного поучаствовали в формировании состава, там вот практически каждый игрок, друг мой кого-то пригласил, мы кого-то посмотрели и не единорми. То есть эта работа проводилась там в течение двух месяцев со старта чемпионата мы просматривали большое количество знакомых, друзей, из которых и сформировался состав. Дим, ну хотелось бы о событиях в два дивизионе вообще поговорить. Вот так вот по сезону какие команды запомнились вообще, кто обладает какой-то силой с измерением с приоритетом. Понятно, что в первую очередь наверное трейдер Тим Голлс будет назван, но еще хотелось бы вообще вот для себя каких команды мог бы отметить во второй лиге Юго-Запада. Честно говоря, я бы отметил первую пятерку, которые в принципе таблица реальное положение дел показывает в дивизионе. То есть трейдер крепкая команда, торпеда крепкая команда. Профа достаточно интересная. вот я бы наверное Профу отдельно выделил, потому что это вот тоже у них такое объединение из друзей и знакомых. Они насколько мне известно представляют один район. Академический по-моему. Да, 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 ну поэтому и название такое у них соответственно. И у них прям вот чувствуется энергетика дружеская на поле. То есть они вот мы как раз к сожалению проиграли во втором круге. Единственное поражение у вас, единственное поражение, которое приятным образом преобразило командный дух наш. И мы сделали выводы, потому что ничьи не не послужили. Не так взбодрили. Не взбодрили, не взбодрили команду, да, просто отдалили все эти моменты, которые нужно было поправить. Ну у вас вот был как раз в марте месяце, вот я смотрю, у вас середина марта и по началу апреля у вас три дни чих не самыми сильными соперниками. Наверное, Союз и Вихрь я не могу отнести к сильным соперникам. Если с торпедой я еще соглашусь, в том плане, что торпеда тоже претендует на путевку в первый дивизион. Здесь, в принципе, ожидаем мяча. Вспомним матч первого круга, была употребнейшая борьба, но между этими матчами у вас еще тяжелейшая победа точнее над старой гвардией, которая идет просто без шансов на последнем месте, еле-еле 3-2 и с мигом 17, который тоже идет на 16 месте и борется за право остаться во второй лиге. тоже, судя по счету, тоже тяжело было 4-1. Тяжелая была игра, я на ней работал на этой игре и в конце можно сказать только приоритет своего достиг. Почему полтора месяца получается такой провал? На самом деле очень сложно было вкатываться после перерыва, особенно после победоносного первого круга, когда ребята в принципе уже всем все показали, где-то доказали и может быть легкий мотивационный провал, который развивался от матча к матчу, не были сделаны выводы и думали, что налегке сможем пройти и второй круг, но это оказалось не так, потому что уже со второго круга каждая команда начала по-особенному настраиваться на нас и после матча, до матча там на бровке где-то постоянно были разговоры, да вот нам зацепиться за очки, показать хорошую игру против лидера и вот мы уже как бы свою цель на сезон выполнили, потому что мы не вылетаем, нам надо показать хорошую красивую игру, если мы зацепимся за результат, это вообще будет здорово и настрой был такой у всех команд против нас, которые выходили уже в втором круге. да. Дим, ну перейдем наверное к центральному матчу чемпионата, который состоится на следующей неделе, надеюсь мы его сможем показать в прямом эфире, это игра за чемпионство с командой трейдер Team Goose, уже сейчас есть какие-то мысли по этой встрече? Особенных мыслей никаких нет, ожидаемая встреча конечно интересно будет поучаствовать я думаю некоторым болельщикам и может быть тем, кто не имеет отношения ко второму дивизиону тоже посмотреть на наши команды. Я бы отметил трейдер Team, потому что они так же как и мы стараются играть и показывать комбинационный футбол в большей степени ну так же как и профа но у профы немного более скромные возможности на мой взгляд вот а вот трейдеры и мы ставим комбинационный футбол и то есть эти команды играют от себя вот например торпеда всегда играет по сопернику в большинстве своем поэтому у них контратакующий силовой футбол они проповедуют вот я надеюсь что получится зрелищная интересная игра конечно мы ставим задачу выигрывать эту встречу и все оставшиеся встречи отдельного отдельной подготовки к этому матчу нет мы планово готовимся каждую неделю тренируемся сейчас как раз вот наконец-таки пришли тонус надеюсь что полуфиналу кубка если нам доведется в нем участвовать мы выведем команду на пик формы вот и хотелось бы конечно заявить о себе именно в матчах с сильными командами вот и конечно хочется в кубке достойно выступить вот на данный момент кубок является нашим приоритетом потому что ну откровенно говоря победы во втором дивизионе никого не удивить просто дежурный результат и мы даже не ставили такую задачу выиграть второй дивизион по выходу задача как бы обтекаемая была поставлена перед командой мы ее добились вот теперь хотелось бы зацепиться за достойный результат в кубке у приоритета кубок в приоритете да да но следующий соперник у вас в кубке насколько я понимаю это Селеста да Селеста перед вами выбила из розыгрышей Нику ВРК которая еще на тот момент была на втором месте в эти выходные второе место упустили занимает треть но все равно это команда которая находится в топ-3 юго-западной лиги какие ожидания от этой встречи нам бы конечно очень хотелось бы сыграть с Никой я прям вот хотел оказаться на этом матче внутри событий вот но я думаю Селеста заслуженно победила вот и будет хороший матч не могу никак прокомментировать Селеста потому что поверхностно знаком с этой командой вот так же будем стараться просто играть от себя свою силу и показывать красивый футбол может быть где-то немножко прагматичный потому что все-таки кубок подразумевает игры на вылет сразу вот но надеюсь что будет именно красивый зрелищный футбол комбинационный а не грубая силовая борьба с мелкими нарушениями какими-то конфликтами на это тоже надеется в принципе Селеста по стилю похожа где-то с чем-то на торпеда ну кстати это примерно однотипные команды проповедующие одинаковый стиль игры и моральная составляющая в этих командах очень высока опять же зависит от того кто приезжает кто находится на поле точно знаю одного человека который в этом противостоянии будет болеть за вас это главный тренер химика Геннадий Кос он дал нам интервью которое в этой передаче вы увидите о том что у кого он ожидает соперники в 1-4 финала Селесту или приоритет Геннадий Леонидович сообщил что интереснее было бы сыграть с приоритетом так как Селесту в этом сезоне химика обыгрывал 1-0 ничью сыграли 1-1 хотят сразиться с приоритетом то есть плюс один болельщик есть как минимум это замечательно Геннадий Леонидович поздравляю вас с победой пару слов обыграет Ну после того когда мы обыграли пищевик у ребят появилось желание еще больше играть появилась возможность действительно пройти до финала кубка и почему бы нет но сегодня вы видели игру мы были явно сильнее соперника хотя соперник играет в высшей лиге мы уверенно победили Скажите кого бы вы хотели видеть соперников дальше в 1-4 там Селеста приоритет Селеста это неудобный для нас соперник хотя мы их обыграли 1-0 и 1-1 во втором круге сыграли ну а приоритет молодая команда амбициозная я думаю что с приоритетом было бы поинтереснее играть Понял желаю вам удачи в следующих играх спасибо большое Дима ну и хотелось бы вообще вообще во первых отметим для наших зрителей о том что Дмитрий не поехал сегодня ради нашей передачи на тренировку своей команды приехал чтобы пообщаться с нами за что ему огромное спасибо Дима наверное на это мы можем пожелать удачи приоритету лично тебе и надеяться что в этой студии мы еще увидимся спасибо спасибо ну что ж будем мы прощаться обсудили мы сегодня чуть-чуть и первый дивизион и вторые а и б дивизионы обсудили и кубок юго-западной лиги опять же еще раз приносим свои извини за то что это может быть не в том объеме в котором бы вам хотелось но эфирного времени у нас не так много событий произошло очень много континентальная футбольная лига отняла очень много времени у нас и поэтому получился такой большой разрыв между передачами надеюсь больше такого разрыва не будет будем мы работать в режиме раз в две недели с вами был Михаил Першин и Антон Погодин спасибо большое за внимание до свидания до скорых встреч